Из-за сильных морозов на автовокзале Тюмени отменяют междугородние рейсы. Как холода повлияли на расписание, выяснил мой коллега Алексей Козлов. Он сейчас находится на автовокзале. Алексей, сколько рейсов отменили и когда автобусы снова начнут курсировать? Добрый день, Екатерина. Сейчас виртуальные синоптики показывают температуру в Тюмени минус 29, при этом ощущается она как минус 41. Но все дело в ветре, примерно 4 метра в секунду. Что касается рейсов, то из-за морозов в Тюмени отменили автобусы, это междугородние автобусы направления Хантамантийский округ, Автобольск, в Казахстан, полностью закрыто направление на Бердюжский район. Такое решение было принято после того, как столбик термометра в городе показал минус 30, ну а по прогнозам ожидалось до минус 40 градусов. Сейчас рядом со мной находится представитель Тюменского объединения автовокзалов Андрей Истомин. Расскажите, сколько всего рейсов отменено и от чего зависит такое решение? Всего было отменено 17 рейсов Тюменского автовокзала. Такое решение было принято связи с погодными условиями. При температуре ниже минус 40 градусов, соответственно, автобусы не выходят на линию, не осуществляют свои перевозки. То есть был риск, что на трассе будет минус 40, возможно, ниже? Вполне такое возможно. Автобус выйдет из строя по тех неисправности, но перевозчикам было возможно принять решение отправить еще один автобус с такой же вместимостью, дабы, если случилось неисправность на трассе, всех пассажиров можно было переместить в другой автобус, резервный. Ну а решение окончательное принимает сам перевозчик. Совершать рейс или нет? Так ведь? Так, совершенно верно. Принимает решение перевозчик. А когда планируется возобновление рейсов, когда люди смогут уехать в эти районы? Как только погода нормализуется, и люди смогут дальше пользоваться автобусными перевозками. Спасибо. Коллеги, сейчас мы отправимся на метеостанции на одну из трех в Тюмени, узнаем точный ближайший прогноз, а также узнаем, как же рассчитывают, когда в школу можно не идти. Екатерина. Спасибо, Алексей. Будем ждать прогноз от синоптиков. И надеемся на ближайшие потепления.